Поработали на славу. В конце года был подведен итог третьего трудового семестра. По традиции на торжественном мероприятии чествовали лучших командиров, комиссаров и бойцов. Определен и лучший студенческий отряд. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Представителей студотрядов, которых в этом году в Пинске организовали более 20 и в них задействовали свыше 200 человек, собрали на торжественном мероприятии. Для наиболее отличившихся в работе в строительных, педагогических, сервисных и производственных студенческих отрядах подготовлены награды. Были разные организации, разные стройки. Нужно сказать, что в этом году ребята из Кольджа машиностроения поработали на таком важном, значимом объекте в городе, как новый детский сад в микрорайоне Радужный. Также наши ребята ездили работать в деревню Высокое, вводили в эксплуатацию многоэтажный дом. Качество труда студотрядовцев подтверждают и сами работодатели. На Пинском мясокомбинате предприятие Камертон ЖРЭУ особо благодарили за помощь учащихся Аграрного технологического колледжа. Местные коммунальщики оценили трудовые старания, поработавшие у них молодежи не только на отлично, но и добавили несколько эпитетов талантливо и с душой. Работал у нас студенческий отряд имени Николая Федотова, это колледж искусств. Выполнено оригинальное художественное оформление ими входных групп, а также мест общего пользования подъездов. На 2020 год у нас уже подана заявка, 8 человек будет из колледжа искусств, а также Аграрного технологического колледжа. 22 человека, мы ждем. Все прошло успешно, всем все понравилось, это как для нас был опыт, способ заработка, конечно, и было весело. Я был комиссаром строительного отряда нашего и на республике нас наградили, наш строительный отряд наградили за лучшее воплощение дизайнерских идей и награжден дипломом. Как отметила первый секретарь городского комитета БРСМ Анна Колодич, такую высокую оценку работы пинские студотрядовцы за последние годы заслужили впервые. В этом году было проведено множество акций на сплочение студенческих отрядов, нерабочие от учебы время и от работы время. В этом трудовом семестре было получено очень много положительных отзывов от принимающих организаций. И это такая, я надеюсь, хорошая положительная тенденция, которая будет нас ждать и в следующем году. В ходе чествования студотрядов не раз звучала мысль, что это движение, созданное десятки лет назад в СССР и сегодня в Беларуси, остается востребованным и достаточно популярным. Нужное мероприятие. Мы сами были студентами и прекрасно помним эти хорошие времена. Первые знакомства заводят, первая любовь у кого-то появляется. Охотно идут, с удовольствием. Даже было сверх списка, было очень много желающих поработать в студенческих отрядах. Деньги даже здесь, мне кажется, не самую главную роль играют, потому что соглашусь со своими коллегами, которые утверждают, ну какая молодость, какое студенчество без студенческого отряда. Этот опыт однозначно очень полезный, потому что труд облагораживает человека. В новом году студотрядовцев ждут новые рабочие площадки и места, где студенческая молодежь сможет потрудиться с радостью и с пользой для себя и для общества.